В этом году впервые внедрили состязания по зимним видам спорта в зачет физкультурного комплекса ГТО. Минувшим летом школьники в экспериментальном режиме соревновались в многоборье. Сдача тестов прошла успешно. В 2016-м было принято решение о полноценной сдаче ступеней ГТО, к чему и приступили школьники в минувшие выходные. Сегодня у нас первый этап – лыжные гонки. Вычаствуют вторая, третья, четвертая, пятая ступень. Лыжные гонки проводятся по нормативам норм ГТО. Это проект у нас старый, забытый, но вновь возрожденный. Сегодня участие принимают школьники. Все на старте, все готовы. От каждой школы участник – девочка и мальчик. Второй год учителя физкультуры на уроках рассказывают о значении комплекса ГТО, его необходимости и нормах, в которые школьники должны уложиться при сдаче итоговых тестов. Такие беседы идут на пользу ученикам, ведь в ГТО главное не победа, а общее участие. Мне нравится просто что кататься, просто поучаствовать. Как признаются судьи, для того, чтобы выполнить тесты, необходимо лишь желание и хорошее настроение. Поэтому с нормативами физкультурного комплекса справились все участники. После второго этапа многоборья результаты будут отправлены в Барнаул для подведения итогов и награждения долгожданными значками ГТО. Екатерина Камышева, Геннадий Лапзин. Наши новости.